Добрый вечер, Гомель! Мы работаем в прямом эфире. Телефон в студию 34-22-43. Сегодня у меня в гостях психолог Людмила Тутынина и известный музыкант Игорь Шошин. Добрый вечер, ребята! Очень рада видеть вас в нашей студии. Вы знаете, впереди нас ждет очень увлекательный час прямого эфира. И я думаю, что глоток прохладительного напитка нам не помешает. Людмила, угощайтесь, да, хозяйничай. А я пока расскажу нашим зрителям, почему именно с напитка я хочу начать сегодняшнюю нашу программу. Дело в том, дорогие друзья, что я не зря вспомнила про этот популярный прохладительный напиток под названием газированная вода. Сегодня день рождения газировки. Бурные аплодисменты! Так, представляете, вот именно этому напитку отвели целый день в году. Эту популярную воду с пузырьками открыл, на самом деле, для человечества английский химик Джосеф Пристли. В результате опытов ученый обнаружил основное свойство диоксида углерода, способного газировать воду. Кстати, точная дата изобретения неизвестна, но именно сегодня, 24 апреля, отмечается 185 лет с тех пор, когда в США был получен патент на газированную воду. Ну, вот приблизительно так коротко выглядит история самого популярного напитка в мире. Вот хочу спросить у своих гостей, как вам газировка современная, покупная? И мне кажется, все-таки, что это такое особое воспоминание из детства. Вот, Люд, помнишь, когда газированная вода была вот в автоматах, Игорь, да? Нет, вы знаете, что я сразу скажу, что под софитами вот так идет. Идет нормально? Людмила, а тебе как? Наташа, знаешь, воспоминание детства, это лимонад Буратино. Вот, вот, посмотри, помнишь, вот эти, да, были? Да, да, да. С сиропом 3 копейки, по-моему. Вот, а без сиропа 1 копейка, если у тебя совсем денег не было, помните, 1 копейка. А еще лимонад Тархун, который, ну, по праздникам. Помните, да? По праздникам. Да, вот по праздникам. Но вот к современным напиткам, Наташа, я отношусь очень настороженно. Ну, не тот вот вкус, не знаю, мне какая-то вот ностальгия по детству. Может быть, я сегодня попробовала предложить вам более приближенное к тому, что мы когда-то пили в детстве. Ну, а для чего лимоны находятся в этой студии? Ну, вот сейчас попробуем поэкспериментировать. То есть мы будем делать сейчас настоящий такой лимонад, газированную воду по какому-то твоему домашнему рецепту. И так, рассказывай, что это будет. О. Ну, под аккомпанементы... Отлично. Очень важно, чтобы были... Аккомпанемент Игоря Шошина. Так. Мы берем водичку, можно минеральную, холодную, принципиально, чтобы была холодная, да? Добавляем туда лимонов. Добав, опять же, по вкусу, можно выжать, можно кусочком тогда набросать. Берем немного меда или сахарочку. Ну, лучше всего меда. И размешиваем под музыку Игоря Шошина. Ну, тогда попробуем? Пробуем. Итак, вода есть? Вода есть. А лимонов сколько должно быть? Наташ, ну, на литр примерно где-то полтора лимона, чтобы все-таки кислинка была. Да, но есть еще один секрет. Очень хорошо в холодную воду добавить... Так? Да, да-да-да-да-да. Давай я сама сделаю. Тоже хозяйничая здесь, в студии. Очень хорошо добавить имбирь. Натереть имбирь. Свежий. Свежий. Он даст теплоту для горлышка. И напитку такую, наверное, все-таки такой пекан. Остринку. Остринку. Ну, это как-то так. Ты заправляешь лимонад домашний, да? Можешь использовать здесь обычную воду? А, слушай, а может быть, действительно минеральную какую-то можно использовать? Лучше всего минскую обыкновенную водичку, минералку. И тогда будет... Настоящая газировка получится. Будет настоящая газировка. А как долго настаивать это все надо? Наташ, ну, час-полтора до того, как ты хотела бы это принять. Мы очень хотим уже попробовать. Не-не-не, подождите, подождите. Вы так быстро, ну, сейчас мы попробуем. Пока Людмила делает это замечательное блюдо, я... Алхимический такой процесс. Вот, я бы хотела, чтобы наши зрители все-таки записали этот рецепт. Давайте еще раз его повторим. Попрошу режиссера показать рецепт. И Людмилу еще раз повторить. Итак, вода обыкновенная. Не-не-не-не. Первая музыка Игоря Шошина. Так. Второе. Газированная вода. Будем патриотами. Наша минская газировочка. Добавляем по вкусу мед, но не меньше столовой ложки. Дальше добавляем лимон. Примерно где-то один лимон или полтора лимончика. И на любителя добавляем имбирь. Может быть, имбирь на любителя. Спасибо. Сейчас мы обязательно с Игорем попробуем. Я даже думаю, скорее, Игорь попробует. Ответа из моего кубка. Да, да, да. Именно так. Но на самом деле, вы знаете, ведь мы сегодня не зря обращаемся к газированной воде. И я рассказала эту историю про патент. Вот мне интересно, Люда, не планируешь ли ты зарегистрировать, запатентовать как-то свой рецепт вот такого домашнего лимонада? Наташа, ты шутишь? Я не шучу. Это возможно? А вот действительно, возможно ли как-то зарегистрировать, запатентовать, зарегистрировать авторские права на кулинарный шедевр, мы узнаем сегодня в нашей программе. Поэтому оставайтесь с нами, дорогие друзья. И знаете, вот такой прохладительный напиток на самом деле может сделать каждый из вас. Мало того, придумать свой рецепт и оказывается действительно получить патент на свое изобретение. Но вот как защитить кулинарное изобретение и вообще другую интеллектуальную собственность, вот об этом мы и поговорим сегодня в нашей программе. Вот очень интересно, дорогие друзья, как вы защищаете свою интеллектуальную собственность? Наш телефон в студии 34 22 43. Звоните, пишите в Вайбер. Мы озвучим все ваши истории в прямом эфире. Кстати, скоро в этой студии появится специалист по патентам и авторскому праву, который ответит на любые ваши вопросы. А пока музыка на Беларусь 4. Игорь Шошин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, Игорь Шошин сегодня в гостях у Доброго вечера. Еще раз напомню, это известный музыкант, гитарист, аранжировщик и организатор популярного международного конкурса «Ренессанс гитары». Игорь, еще раз спасибо. Спасибо за эту музыку. Ну, во-первых, у нас готов лимонад. Я уже попробовала, это очень вкусно. Очень вкусно. И пока я буду задавать тебе первый вопрос, насладись этим лимонадом домашним. Дорогие друзья, дело в том, что Игорь Шошин сегодня не случайно появился в нашей студии. Для этого есть повод. Недавно в Гомеле проходил 13-й международный конкурс «Ренессанс гитары», который собрал любители гитарного искусства из разных регионов Беларуси, а также Украины, России, Литвы и Чехии. И вот Игорь, он основатель, один из организаторов этого мероприятия. Расскажи нам, поделись впечатлениями, как все прошло в этом году. Ну, получился такой очень душевный фестиваль. Ну, мне понравилось это раз. И самое главное, понравилось нашим гостям, понравилось участникам. Приятной такое уже стало, особенностью нашего фестиваля стало то, что мы собираем самый большой гитарный оркестр. То есть, и это стало уже традицией. Сюда приезжают не только вот на конкурс, на фестиваль, а приезжают именно на, чтобы поучаствовать в этом оркестре. То есть, то, что мы рекламировали, анонсировали ваше мероприятие, когда мы приглашали людей с гитарой, и каждый желающий мог принять в этом участие. Ну, я думаю, кто-то был наверняка. Ну, я знаю, что раньше это были 100, 130, 150 человек, которые сразу играли. Есть today, по-моему, да? А что было в этом году? Нет, в этом году, ну, у меня есть, допустим... Посмотри, вот фотографии с фестиваля. Ну, да, 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 вот они все. Вот, дорогие друзья, представляете, сколько людей выбирает ренессанс. Да. Так, и что вы играли? Есть today. И, да, дело в том, что я уже думал, что, может быть, заменить. И у меня же там ученики, я там учу. Вот, и они говорят, да вы что, это же святое. То есть, есть today. Они говорят, и поэтому вот мы опять оставили, и это как бы здорово. Потом в этом году мы сделали то, что каждую пьесу играли, дирижировали разные дирижеры. То есть вот были две, два дирижера из Москвы, из Саратова, и белорусский вот Климович как раз вот... Да, и Вячеслав Корс, да, видели. Ну, это, кстати, мой ученик, так что... Вот. Он очень как бы выручил даже, можно сказать, потому что там были свои нюансы. Но вот знаете, что фестиваль проходил где-то так... Ну, бывают всегда сложности на фестивале, но я уже, наверное, к ним привык. И вот все отметили, что если они появлялись, то они решались за пять минут. И вот так же и с многими моментами, когда возникала сложная ситуация, казалось, все, Лелик, все про баллы. Вот. А тут раз вот все сложилось. Вот тоже касаемо Вячеслава Корсы, потому что в последний момент ну, у нас там произошло как бы у одного из членов жюри по семейным обстоятельствам какие-то были проблемы, вот. И он должен был дирижировать. И вот буквально Вячеслав мне звонит и говорит, что вот... Слушай, а где там вот люди сидят? Где дирижеры? Да, а где... А я говорю, так вот ты знаешь, вот только что вот так-так... Вот. Так давай я. Да вот, вот твой звездный час. И вперед. И получилось замечательно. Ну, а считал этот рекорд? Сколько человек участников было в этом году? В этом году 148. 148. Дорогие друзья, 148 человек. Это практически рекорд. Вот мне интересно, Людмила, твое мнение. Как ты считаешь, насколько важно гитаристу выступать перед публикой? И почему вообще подобные конкурсы, фестивали, они пользуются сегодня такой популярностью? Наташа, ты знаешь, романтика и гитара – это, по-моему, синонимы. А поскольку мы существа довольно романтичные, славяне, и мне кажется, в этом есть такая вот насущная потребность. Ведь что такое гитара? Да, это и песни у костра, да, и дворовые компании, это украшение какого-то праздника, оно камерного праздника. Ведь гитару даже солдаты берут с собой в армию, потому что там, где гитара, там душа. Вот сейчас Игорь сидит с нами, да, вот мы с тобой беседуем, а видишь, а музыка, как она облагораживает любую беседу, правда? Мне кажется, зрители полностью согласны. Я бы хотела, Игорь, немножечко вот эту вот такую романтическую обстановку нарушить, и кроме того, что, конечно же, ты талантливый гитарист и пишешь музыку, твои композиции исполняют еще и многие музыканты. Скажи, пожалуйста, откровенно, вот ты с этого, ну, прости меня за этот вопрос, ты с этого что-нибудь получаешь? Ну, конечно. Ну, конечно, уже заслужили аплодисменты. Хорошо. А были ли случаи, когда твою музыку использовали без твоего ведома? Ну, вы знаете, вообще, это сплошь и рядом, но я этому только радуюсь, потому что, ну, честно скажу, так это ж кайф, что твою музыку играют. И другим советую, если ваши стихи там где-то исполняют, ну, конечно, хотелось, чтобы это все-таки назвали автора, вот. Но в большинстве у меня, как бы так вот, проблем особых не было, вот. Дорогие друзья, вы знаете, я не знала ответ на этот вопрос до передачи. Была уверена, что Игорь Шушин более амбициозен и тщеславен, но на самом деле, но на самом деле вот такой ответ. Дело в том, что я эти вопросы задаю сегодня не случайно. Игорь Шушин, через несколько дней весь мир, дорогие друзья, будет отмечать День интеллектуальной собственности. И, вы знаете, это все-таки прекрасная возможность проявить интерес вот к инновациям, к творчеству и узнать, в общем-то, что-то новое. Вот представляешь, сколько вообще вот интеллектуальной, насколько актуальной является эта тема, раз ей посвятили целый день в году. Поэтому сегодня мы решили поговорить на эту тему в прямом эфире. И мне очень любопытно, Игорь, как ты, такой известный музыкант, композитор, все-таки защищаешь свои произведения? Ну, мне немножко повезло в этом плане, потому что я работаю еще в Гомельской филармонии областной, в Минском университете культуры, в общем, где только не работаю. Вот, но сам факт, что филармония, там это все узаконено, и поэтому те произведения, которые используются в программах, которые мы, как бы, там, они проходят, то, если это мои, то они, в общем, защищаются, там есть специальные люди, и все это как бы... То есть, ну, ты сам технологию не знаешь, как свою песню новую, которую написал, вот, например, композицию? Ну, а я, как бы, в Минске зарегистрирован в, ну, не знаю, как оно там сейчас называется, ну, назовем патентное, как бы, вот... Это бюро или что-то типа такое? Да, ну, это именно, вот, интеллектуальная собственность защищается, и ведь самый важный момент, вот, смотрите, ну, конечно, хотелось бы, чтобы вот написал там что-то, и чтобы это использовалось, не использовалось, это уже один момент. Ну, хотелось бы за это получать. Ну, вот, в том-то и есть момент, что оказывается, что большинство произведений, которые написаны, допустим, для филармонии, они и зарегистрированы. Филармонии? Да, они получают деньги, но надо, чтобы филармония заплатила эти деньги авторские. Вот, подумайте, кто в другом каком-то случае, то есть, вот, допустим, какой-то, вот, кто-то написал стихотворение, вот я хотел бы с этого получать. Вы будете только получать в том случае, если вы продадите концерт, из билетов заплатят авторские. Если этого не делается, то откуда же платить, ребята? Спасибо большое, спасибо за такое откровенное мнение. Дорогие друзья, на самом деле передача будет очень интересная, я думаю, вы узнаете очень много нового, поэтому не переключайтесь. Мало того, звоните в студию 34-22-43, пишите также в Вабер, нам очень интересно, как вы защищаете свою интеллектуальную собственность. И, вы знаете, у нас вот самое время объявить конкурс. Сегодняшние вопросы будут связаны с интеллектуальной собственностью. На мой взгляд, вопрос очень простой. Как называется охранный документ, который выдается изобретателю? 34-22-43, звоните в студию. Победитель сегодня получает билет на концерт «Черное быль пробуждение». Этот концерт состоится 26 апреля в 19.00 в дворце Румянцевых-Паскевичей. Он будет посвящен одной из самых трагических страниц в истории Беларуси – катастрофе на Чернобыльской АЭС. Это такой своеобразный отклик белорусских артистов на события, которое, дорогие друзья, потрясло весь мир. Поэтому еще раз напоминаю, концерт состоится 26 апреля в 19.00 во дворце Румянцевых-Паскевичей. И выиграть этот билет может каждый из вас прямо сейчас в прямом эфире, позвонив по телефону 34-22-43 и ответив на вопрос, как же называется охранный документ, выдаваемый изобретателю. Ну и хочу обратить внимание, каким успехом пользуется лимонад домашний, приготовленный сегодня в нашей студии. Игорь, Людмила, спасибо тебе большое за этот рецепт. Дорогие друзья, вы знаете, пока вы дозваниваете, я предлагаю все-таки еще раз послушать, как поет гитара в исполнении Игоря Шушина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, на Беларусь 4 сегодня Игорь Шошин. Игорь, спасибо огромное. Ну, я хочу напомнить тему нашей программы. Интеллектуальная собственность. Нам очень интересно ваше мнение, как вы защищаете свою интеллектуальную собственность. 34 22 43. Звоните в студию, пишите в Вайбер сразу. После рекламы в этой студии появится специалист по патентам и авторскому праву. Поэтому не переключайтесь. Добрый вечер, Гомель. На Беларусь 4 продолжается прямой эфир. 34 22 43. Телефон в нашей студии. Звоните, пожалуйста, делитесь своими историями, как вы защищаете свою интеллектуальную собственность. И если до сих пор не знаете, что это такое, смотрите внимательно на нашу программу. Ну, а также участвуйте в конкурсе. По телефону 34 22 43 вы можете ответить на вопрос, как называется охранный документ, который выдается изобретателю. Победитель сегодняшнего конкурса получает билет на концерт «Черное были пробуждение», которое состоится 26 апреля в 19.00 во дворце Румянцевых Паскевичей. Ну, мы продолжаем нашу программу. Вот мы уже поговорили как бы о музыке. И я предлагаю Людмилу поговорить о картинах. Я знаю, что ты увлекаешься живописью. Кстати, покажи что-нибудь нашим зрителям. Я вижу, что ты принесла сегодня свою работу. Мне кажется, это очень прогрессивно. Люда, это сиренька. Это вот то, что сделала ты сама. Я знаю, что ты буквально недавно стала писать картины. Ну, да. Не всю жизнь, совсем недавно. Но что касается интеллектуальной собственности... Кстати, ты подписала ее? Я иногда подписываю. Моя преподаватель первая, Лапицкая Елена Талимоновна, говорила так, что через сто лет люди посмотрят и спросят, чья картина. А там вот написано, Люда тут и не на... И купят за большие деньги, да? А скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что вот этого достаточно для защиты творчества? Ты вообще когда-нибудь задумывалась над этим вопросом, как защитить вот свое произведение? Знаешь, Наташ, что касается картин, да, пока я еще такой маленький художник, что я просто рисую, мне огромное удовольствие доставляет то, что люди просто смотрят. У меня была всего одна выставка, но по поводу защиты интеллектуальной собственности я задумывалась, потому что я пишу учебные пособия по психологии, ну, вот в таком аспекте. А что касается картин, мне просто нравится. Я, Наташ, не считаю, что я их пишу одна. Есть момент вдохновения. А вдохновение это что-то такое вот. То есть ты не одна пишешь, а уже с каким-то ощущением, ну, скажем так, присутствия чего-то очень высокого. Я тебя поняла. Дорогие друзья, вот обратите внимание, а ведь все творческие люди, музыканты, художники, поэты, ведь вот посмотрите, Люда тут именно как психолога, она только что потерялась, когда стала говорить о своем творчестве. Я к чему говорю? Они действительно меньше всего задумываются о том, как защитить свою интеллектуальную собственность и больше думают вот о чем-то таком возвышенном. Я думаю, именно поэтому вот сейчас самое время пригласить в нашу студию нашего гостя. Итак, что такое интеллектуальная собственность, как защитить свое произведение или изобретение, мы поговорим об этом далее в нашей программе с консультантом Национального центра интеллектуальной собственности. У нас в гостях Светлана Магонова. Светлана, проходите, пожалуйста, Светлана Леонидовна Анатольевна. Добрый вечер. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Ну, согласитесь, каждый из нас хоть раз в жизни сделал хотя бы одну фотографию, нарисовал хотя бы одну какую-то там картину, даже написал сочинение. Значит ли это вообще, что мы все можем себя назвать, вот сразу гордо носить имя авторов вообще? Конечно. Можем. Хорошо. А скажите, что же такое интеллектуальная собственность и чем вообще она отличается от собственности, скажем, на дом, на автомобиль? Интеллектуальная собственность – это результаты творческой, интеллектуальной деятельности человека в различных областях. Это может быть и производство, и научная деятельность, литературное, художественное искусство. И она, как правило, интеллектуальная собственность, она разделяется на два объекта права. Это авторское право и смежное право, и промышленная собственность. Ну, в принципе, все как бы доступно и понятно. Это не материальный элемент, ее нельзя потрогать. Вы не можете взять какой-то предмет и сказать, что вот это моя интеллектуальная собственность. Подождите, Светлана Анатольевна, вот у меня в руках находится интеллектуальная собственность картина. Это собственность. Так. Это собственность. Это права на этот результат творческого труда. Это результат. У вас есть имущественные права, а есть авторские права, не имущественные. Но недвижимость и движимость, и движимое имущество, мы можем сказать, что это моя собственность. А интеллектуальная собственность, мы такого сказать не можем. Это не материальный объект. Скажите, пожалуйста, вот мы сегодня уже заострили внимание на музыке и на таком вот художественном произведении, как картина. Что вы можете посоветовать, да, героям нашей программы? Как запатентовать или как-то оформить авторские права? Ну вот в данном случае картина, как изобразительный элемент, это объект авторского права. И права на эти объекты возникают по факту создания самого произведения. Никакой формализованной процедуры для того, чтобы удостовериться в том, что этот автор, разработчик вот этого продукта замечательного, не нужно, не требуется. Но для того, чтобы приоритет обозначить за этим человеком, нужно, чтобы этот продукт был выражен в какой-то объективной форме. Но в данном случае это картина. В данном случае это картина. Да, это объективная форма искусства. Ну, по крайней мере, Люда, мне кажется, то, что ты сегодня ее презентовала в нашей программе, да, так же, как и Игорь, какие-то свои произведения, это уже говорит о том, что вы их авторы и является определенным правом. Конечно, с даты первого выхода, открытое опубликование, выхода в эфир, в данном случае телевизионный эфир. Да, можно сказать с началом. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас есть телефонный звонок. Мне подсказывают, что это ответ на вопрос нашего конкурса. Еще раз хочу напомнить для тех, кто только что включил телевизор, как называется охранный документ, выдаваемый изобретателю. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Наталья. Наталья, скажите, знаете ли вы ответ на вопрос, как называется охранный документ, который выдается обычным изобретателям? Патент. Патент. Вот сейчас мы спросим, Светлана Леонидовна, все правильно? Совершенно. Ответ правильно. Наталья, эти аплодисменты для вас. Вы выиграли билет на концерт «Черная быль пробуждения», который состоится 26 апреля в 19.00 в дворце Румянцевых-Паскевичей. Довольно интересное мероприятие. Я, кстати, всем советую, рекомендую. Дело в том, что у нас еще будет разыгрываться пригласительный, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Действительно, тема очень интересная. Это интеллектуальная собственность. И у нас, вот вы знаете, есть уже несколько вопросов в Вайбере. Максим задает вопрос, какие виды интеллектуальной собственности можно регистрировать, а какие не требуют оформления? Ну, в принципе, вот мы начали уже, да, отвечать на этот вопрос, по-моему. Объект такой, как промышленная собственность, она включает в себя изобретения, полезные модели, товарные знаки, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем. Они требуют регистрации, по ним проводится экспертиза экспертами Национального патентного ведомства Республики Беларусь. И только тогда, когда в реестр государственной вносится запись о том, что экспертиза завершена положительно, и за заявителем закрепляются права, тогда наступает исключительное право на этот объект, защищенный патентом. В случае авторского права такая регистрация не требуется. Не требуется. Ее нет. Вы знаете, вам понравится вопрос, который задает Сергей, наш телезритель. Можно ли запатентовать только идею? Вот мне тоже интересно, у меня столько идей, вы знаете. Нет. В законе Республики Беларусь и в ряде законов других стран идеи не патентуются. Идеи, к сожалению, не патентуются. Как и математические выкладки, гипотезы не патентуются. Можно я дальше скажу? Конечно. Существует процедура регистрации, не патентования, а регистрации идей, научных гипотез, но этим занимается Российская Академия Естественных Наук. Спасибо большое за ответ. И Алексей, да, Алексей спрашивает в Альбе, как... Да, да, слушаю. Вот к вам. Да. Дело в том, что когда вот начиналось... На заре перестройки был такой вот способ запатентовать или как бы, ну, наверное, застолбить, назовем это так. Хорошее слово. Право за каким-то своим произведением. То есть, ну, допустим, если это музыка или стихотворение, ты просто отсылал, делал конверт, клал туда этот, допустим, текст, высылал его сам себе. И он к тебе приходил, ты его не открывал. Вот он лежал. Почта ставила эти самые печати. Видно, что вот оно здесь так официально везде прошло. И в случае чего это как бы можно было вскрыть и доказать. Как вы вот относитесь к такому методу? Я бы хотела сразу уточнить, существует ли вообще, как можно действительно закрепить свои права на какое-то творческое произведение, типа, там, стихотворение или, допустим, композиция какая-то, ноты, да? Ну, да, да. Да. И самое интересное, а что за случаи? Какие это могут быть случаи вообще, да? В каких случаях могут произойти какие-то вот спорные моменты? Расскажите. Случаи могут быть такие, когда какой-то автор озвучил свое произведение, будь то в стихотворной форме или в музыкальной форме, или какой-то видеоряд своим коллегам в узком кругу, а потом узнает, что через какое-то время его произведение вовсю используется и при этом извлекается выгода. Конечно же, самая большая обида – это когда воруют произведение. И еще на этом зарабатывают. Конечно, еще извлекают какую-то коммерческую выгоду. Но я хочу сказать, что вот тот способ, который существовал ранее, отправить себе в объективной форме выраженное произведение, оно действует и сейчас. И пользуясь сленгом, как вы сказали, застолбить, то это термоядерный довод в судебных разборках. Но это письмо. Давайте еще раз. Да, оно не должно открываться. То есть вы сами себе отправляете письмо. Если автор не знает, как за собой оставить дату приоритета и свое собственное авторство, да, в любой объективной форме, хоть от руки, хоть на машинке, на компьютере, на диске, на чем угодно, на флешке, свое произведение закрепить в конверт, в посылку и себе любимому на домашний почтовый адрес и не вскрывать. Я вот, знаете, не могу понять один момент. То есть не надо это нигде удоверять, заверять у нотариуса, что это именно ты написал, ничего, да? Нет, нет. Так интересно. Когда... Используйте почту. Да. Это... АПЛОДИСМЕНТЫ Когда, конечно, у автора вдруг, ну, такого никому не пожелаешь, возникает такая спорная ситуация, кто же раньше это произведение сделал, тогда в суде открывается конверт, и там читается, что автор я, и создал я такого-то числа, и произведение такое-то, и в авторском изложении оно есть. Вот Людмила, Людмила, она переживает за рецепт домашнего лимонада. На самом деле она очень удивилась. Вы знаете, многие наши зрители, я уверена, тоже, что кулинарный рецепт можно сегодня, ну, запатентовать, или назовем это так. Здесь возможны варианты. Тут можно и воспользоваться авторским правом, и промышленную собственность. Ну, как промсобственность, то тогда нужно, чтобы этот рецепт, эта рецептура, она была промышленно применима, то есть ее можно использовать в каком-то пищевой промышленности, в каком-то производстве. То есть в ресторане каком-то где-то, да? Да, в любом. Тогда оформляется заявка на вещество, это заявка на изобретение. Она проходит экспертизу, по ней принимается положительное решение, выдается охранный документ. Это промышленная собственность. А второй вариант – это авторское право. То есть вы можете рецептуру не только этого напитка, а ряда других изложить в какой-то бумажной форме, сборник издать, какой-то фотоальбом с фотографиями ваших ингредиентов, готовых продуктов, издать его и поставить значок «Копирайт». С момента выхода, дата подписи в печать этого произведения у вас наступает приоритет авторский право. Спасибо. Дорогие друзья, мы дальше поговорим об этом более подробно. Я хочу просто напомнить телефон прямого эфира 34 22 43. Конкурс продолжается. У нас есть еще один билет на концерт «Черная быль пробуждения». Этот концерт будет посвящен одной из самых трагических страниц в истории Беларуси – катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции. Это, вы знаете, такой своеобразный отклик наших белорусских артистов на события, которые все-таки потрясло весь мир. Еще раз напоминаю, концерт состоится 26 апреля в 19.00 во дворце Румянцевых Паскевичей. И вот у наших зрителей, у зрителей программы «Добрый вечер Гомель» есть уникальная возможность выиграть пригласительный билет. Для этого достаточно просто ответить на вопрос нашего конкурса. Почему я так медленно задаю второй вопрос? Ответ на него только что уже прозвучал вот в нашей беседе, в нашей программе. И если вы были внимательны, то вам не составит труда сейчас выиграть эти билеты. Итак, каким знаком во всем мире принято обозначать авторское право? 34-22-43. Мы ждем ваших телефонных звонков и продолжаем наш разговор в прямом эфире. Я вот смотрю, Игорь Шушин-то аж знает ответ на вопрос. Ну, я даже его рисую. Ну, даже не подсказывайте, не торопитесь. Ну, теперь, дорогие друзья, осталось только быстро дозвониться в нашу студию. Но, Светлана Анатольевна, вот мы часто в жизни используем такое понятие, как плагиат. А чем же все-таки плагиат отличается от нарушения авторских прав? Вот где эта грань? Плагиат – это один из видов нарушения авторских прав. Когда плагиатят какие-то авторы-потребители, они присваивают чужое произведение, замалчивают истинных авторов и ставят свое имя. Это уж как преступление определенное. Да, это нарушение авторских прав. Да, есть такой элемент еще пиратства, когда заимствуют куски, каким-то образом переписывают, копируют, распространяют, при этом извлекают выгоду. Это тоже один из видов нарушения авторских прав. Вы уже более 10 лет, если не ошибаюсь, работаете консультантом Центра, Национального центра интеллектуальной собственности. И вот скажите, пожалуйста, какие вопросы чаще всего задают жители нашего региона, когда к вам обращаются и часто ли вообще обращаются? Вы знаете, консультационный пункт востребован, но спектр вопросов, которые интересуют моих посетителей, очень широкий. Как обозначить, что в данной разработке есть охраноспособное решение? Как его выявить? Какую выбрать процедуру получения охранного документа? В какой стране желательно получить охранный документ? То есть какое ведомство какой страны подать заявку, чтобы получить охранный документ? Сколько это будет стоить? Является ли это служебной разработкой? Какие при этом у работника есть права и обязанности? Как получить авторское вознаграждение? Как разобраться со своими соавторами? Широкий очень спектр вопросов. А как получить авторское вознаграждение? Вот, кстати, действительно очень интересно. Авторское вознаграждение, если мы имеем в виду изобретение или полезную модель, то есть объекты промышленной собственности, они, как правило, выплачиваются патентообладателям, авторам. Существует два вида выплат. Одна выплата – это за создание, а другой вид выплат – это за использование. За создание у нас с законом Республики Беларусь предусматривается на коллектив авторов за один охранный документ 10 базовых величин. А выплата за использование, она зависит от прибыли. Не менее 40% от прибыли по той технологии или за продажу того продукта, который защищен охранным документом. Деньги немалые. Слава Анатольевна, скажите, в вашей практике был какой-нибудь случай, который удивил, может быть, лично вас? Ну, вот, например, кто-то захотел что-то такое запатентовать, вот типа как Людмила сегодня... Лимонат. Да. Что-нибудь такое, что вас просто удивило, и вы действительно удивились, удивились, но сделали и осуществили? Был такой случай, ко мне приходил лесник, мужчина уже зрелых лет, он сказал, и фамилия его Базалев, я, к сожалению, не помню имя отчества, он сказал, я придумал надувные лыжи и знаю, как их сделать. Он их сделал, из этих лыж он сделал лодку, которая непотопляемая даже при больших ливнях, то есть он по ней даже перемещался, это была еще и палатка, это был такой комплекс у него многосторонний, он пришел, не умея совершенно пользоваться ни компьютером, ни печатной машинкой, то есть ему набирали текст на машинке, на печатной. Но с моей помощью он получил патент, он был счастлив, и потом про него писали наши гомельские газеты. Да, вот такой случай меня удивил, я до сих пор про это помню. Вот в беседе, когда мы готовились к передаче, я помню, вы сказали такую фразу, ну надо ли всем патентовать и регистрировать вообще, в принципе, свои вот эти изобретения, если за ними не стоит очередь купить это изобретение, все правильно? Да. То есть вы хотите сказать, что в принципе, ну давайте так, не так, зачем оформлять, защищать свои вот эти вот авторские права? То есть в каких случаях, да? Да, 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 интеллектуальную собственность, и стоит вообще всегда это делать? Поняла. До развала Советского Союза у нас собственностью государства, собственностью Советского Союза были авторские свидетельства, которые получали авторы, да, им выплачивались денежки, и все это принадлежало государству. Когда мы стали нашей республикой Беларусь независимой, у нас образовалось свое патентное ведомство, и патент сейчас имеет статус монополии, то есть защиты от несанкционированного коммерческого использования продукта или технологии, защищенного охраной документов, от третьих лиц. То есть это запрет. И за этот запрет заявитель платит деньги за подачу заявки, проведение экспертизы, получение решения о выдаче и поддерживает в силе весь его срок действия. А разные объекты имеют разные сроки. Изобретения действуют 20 лет, полезная модель 5, промообразец 15 лет, товарные знаки, их можно многократно продлевать, по 10 лет каждый раз. Ну то есть вы советуете все-таки регистрировать и оформлять права практически? Да, если за дверью стоит условно потенциальный покупатель технологии или продукта, обязательно нужно безопасить себя, подкрепить свой бизнес, создать какую-то конкурентоспособную продукцию, защитить деловую репутацию при этом, повысить. Конечно, да. Если потенциального покупателя не стоит, я не думаю, что нужно выбрасывать деньги на ветер и получать бумажные патенты. Достаточно только об этом опубликоваться в каком-то отраслевом журнале, в газете, как угодно. То есть как художник ставит свою подпись, да? Да. Да. Авторское право при этом у автора возникает, оно не имущественное, но при этом любой конкурент, который захочет запатентовать, то есть получить монополию на тот продукт, который уже автор опубликовал, он не сможет, потому что эта публикация попадает в базу поиска при проведении патентной экспертизы по существу. Спасибо большое. Дорогие друзья, у нас есть телефонный звонок. Я хочу напомнить вопрос нашего конкурса, «Каким знаком во всем мире принято обозначать авторское право?» Ну, давайте послушаем нашего телезрителя. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Никита. Слушаем. Знаете ли вы ответ на вопрос, «Каким знаком во всем мире принято обозначать авторское право?» Копирайт. Копирайт. Это правильный ответ? Конечно. Конечно, правильно. Да, спасибо. Вы были очень внимательны, потому что, да, мы сегодня действительно говорили уже на эту тему. Билет на концерт «Черное быль пробуждение» достается вам, Никита, 26 апреля в 19.00 во дворце Румянцевых Паскевичей. Состоится этот удивительный концерт. Это такая информация для всех наших зрителей. Кстати, знак Копирайт. Вот насколько он действительно защищает сегодня, скажем, вот, изобретение, произведение и все остальное? Копирайт изобретение не защищает. Так. И он вообще ничего не защищает. Он предупреждает о том, что авторские права у автора. Это очень хорошо, что вы об этом сказали, потому что многие из нас действительно считают, что поставил знак Копирайт, и все. Это полностью как бы избавило от всех проблем. Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Дорогие друзья, у нас есть вопросы в Вайбере. Вот сразу после рекламы мы обязательно вернемся к этой теме. Вы знаете, вообще с развитием интернета проблема защиты авторских прав приняла какой-то такой глобальный характер. Вот музыка, стихи, творческие идеи, научные разработки. С нее все можно найти в интернете. Но есть ли возможность защитить свою интеллектуальную собственность глобальной паутине? Вот именно об этом поговорим сразу после рекламы. Дорогие друзья, на Беларуси 4 прямой эфир. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня такая тема, знаете, спорная. Она вроде как очень увлекательная, но для кого-то может показаться сложной. Мы говорим сегодня про интеллектуальную собственность. Дело в том, что вот скоро, через несколько дней, весь мир отмечает действительно день интеллектуальной собственности, такой всемирной. И вот какие бы ни были сложные вопросы, может быть, даже иногда сложные ответы вам покажутся сегодня в прямом эфире, но есть сообщения, которые все-таки доказывают, что эта тема вас интересует. Вот, например, Василий задает вопрос. Если я создам новый сорт винограда, это может считаться моей интеллектуальной собственностью? Сорт винограда подпадает под селекционное достижение. Подается заявка на новый сорт, да. То есть может. Хорошо. А вот мы говорили сегодня про газировку. И я знаю, что у вас есть очень интересная информация о том, какие товарные, сколько товарных знаков вообще, насколько распространена, скажем так, защита подобного продукта. Да, я сегодня перед передачей заглянула в патентную базу Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь и обнаружила, что у нас только в Республике Беларусь на компанию Кока-Кола зарегистрировано 22 товарных знака по 32 классу, куда входит газировка. Там пила, компоты и так далее. Ну и газировка. А вообще на сегодня в Республике Беларусь по 32 классу газировка, и не только там большой класс, насчитывается 6365 товарных знаков. Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что производители этого напитка защищают свою собственность интеллектуально. И это является большим, мне кажется, примером для всех остальных. И они являются хорошим конкурентом для всех остальных, конечно. Спасибо большое. Еще Сергей задает вопрос, существует ли международный патент, который бы действовал на территории всех стран, и если да, то как его получить? Существуют такие патенты, существует разная форма выбора правовой охраны. Так как патент это территориальный документ, патент Республики Беларусь, патент России, а есть еще и российский патент, европейский, есть процедура получения патента по процедуре PCT, когда ряд договорящихся государств, единую процедуру подается в одно патентное ведомство на одном языке, указываются страны, в которых заявитель желает испрашивать охрану. Но вот PCT тогда нужно работать с патентами поверенными. Спасибо большое. Дорогие друзья, вы знаете, сегодня в Гомельском университете имени Франциска Скорина прошел творческий вечер белорусского поэта Андрея Басацкого. Вот вы знаете, мы не могли упустить такую возможность и пригласили Андрея на наш Добрый вечер. Участник международного фестиваля «Всемирный день поэзии» Андрей Басацкий сегодня у нас в гостях. Я попрошу вас приветствовать. Андрей, добрый вечер. Мы, вы знаете, очень рады, что вы сегодня пришли в нашу студию, что вы приехали в наш город. Расскажите, как вам Гомель, вообще как приняли творчество гомельчане, как прошел творческий вечер? Люди очень хорошие, добрые и очень хорошо слушали стихи, воспринимали, задавали вопросы, причем задавали вопросы обыкновенно, ну как бы не заученные, а то есть человек сидел, слушал стихи, а потом решил задать вопрос. Это очень приятно и очень душевно все, как бы красиво. Ну хорошо, какой читатель, скажем, слушатель вам запомнился больше всего? Что это за вопрос был? Даже любопытно стало, да. Ну самый первый вопрос, и как бы мне задала девушка, она сидела за ближней партой, она задала вопрос, давно ли я сочиняю стихи, и как бы что является источником? Муза, вдохновение какое-то, да? Случай из жизни или что-то такое, ну... Нашим зрителям тоже, мне кажется, очень интересно услышать сейчас ответственность. Это может быть и случай из жизни, это может быть личный опыт, но в большинстве своем фантазии. Фантазии? Фантазия, ну как бы некоторые называют меня романтиком излишне. Вот. Может быть, прочитаете что-нибудь сейчас для наших зрителей? Давайте попросим. Я всегда читаю по бумажке, не помню вот наизусть. Не проходите мимо чувств, не пропустите их случайно, они важнее всех искусств и даже церемоний чайных. Вне столько редкого тепла и поворотов необычных за гранью тонкого стекла сверкают видом непривычным. Не опускайте редкий шанс успеть все важное исполнить, пускай любовь раскроет вас, чтобы душу праздником наполнить. Не отрываясь от любви, старайтесь быть сильнее и чище, чтобы храм не строить на крови, пусть с вами кто-то чувства ищет. Не стойте рядом просто так. Когда проходят мимо годы, стараясь с ними вместе в такт отдаться в пригоршни природы. Но если стали на пути чужих, не ваших, чувств высоких, не попадаетесь вы под их колес и поршни, ход жестокий. Храните чувства и слова. Не подбирая, говорите так, чтобы кругом голова, и чтобы тело на орбите. Спасибо. Андрей, знаете, я обратила внимание, что у вас можно взять стихи? Да, пожалуйста. Вы должны. Не волнуйтесь. Берите все. Берите все. Вот я бы хотела попросить наших ребят-операторов показать. У вас стоит знак копирайт, и написано свидетельство о публикации номер такой-то. Да. То есть, я так понимаю, это те моменты, которые позволяют вам как-то защитить, оформить такую защиту своего творчества. Я так думаю. То есть, расскажите, где вы берете подобные свидетельства о публикации? Ну, то есть, я зарегистрировался на одном из интернет-портал, ресурс, или как это, и там свои стихи как бы издаю. Вот. И когда я напечатал стихи, я их переношу на этот ресурс, и мне как бы потом уже это все выдается вот именно с этим. То есть, вам дается такое свидетельство о регистрации? Да, мне присваивается вот этот номер, и ставится вот этот копирайт. Ну, как я думаю, что это защищает мои авторские права. Скажите, пожалуйста, как давно вы стали писать стихи, и таким образом их, ну, скажем, защищать? Ну, писать стихи я начал уже лет 25 назад. Вот. А так вот, чтобы защищать, я зарегистрировался... Ну, скажем так, размещать в социальных сетях. Я начал, наверное, года 2-3 назад. Три года назад. Вот. То есть, вы считаете, что ваши стихи таким образом защищены? Ну, надеюсь, что да. Кстати, хочу обратить внимание, что на данный момент сборника стихов у Андрея еще нет, но я знаю, что он готовится и скоро будет, да? Да, вот в этом году будет обязательно. Я надеюсь, наши зрители его увидят. Да. Спасибо большое. Обязательно покажу. Ну, Светлана Анатольевна, вот смотрите, конкретная ситуация. Автор разместил в интернете свои стихи, защитил их знаком копирайт и номером свидетельства о публикации. Поверьте, вот именно так поступают все современные авторы. Вот скажите, достаточно ли этого для защиты авторских прав на литературное произведение? Для защиты авторских прав на литературное произведение достаточно значка копирайта и произведение, выраженного в объективной форме. В данном случае вы выбрали вариант депонирования на электронном ресурсе. Законом это не запрещено, но никакой официальной силы это не имеет. То есть свидетельство о регистрации, которое вы получаете на интернет-портале, в принципе... Да, это просто вариант депонирования, хранения. Ну, мне кажется, вы только что расстроили. Андрей, что вы можете ему предложить? У него очень много стихов. Нет, дело в том, что авторство возникает по дате выхода в массы. Вы же когда-то, наверное, собирали какие-то аудитории, читали свои стихи. То есть явно это был какой-то неузкий круг друзей и семьи. Вот даже с даты первого выхода на открытое опубликование, можно считать, что у вас уже есть дата приоритета на это произведение. Там вы обозначены как автор и читали свои произведения. Кроме этого, вы можете отправлять себе письма каждый день. Конечно. Тут уже посылки. Уже, мне кажется, посылки. А вот вы смеете, ведь на самом деле я вот последние месяцы слежу очень пристально за творчеством Андрея в социальных сетях. И стоит отметить, что новые стихи у него появляются каждый день, а то и по несколько в день. И они разные, это и философские стихи. Я просто хочу, дорогие друзья, обратить внимание, Андрей Басадский, вот найдите этого автора в интернете, действительно, почитайте. Потому что то, что сегодня мы пытаемся показать, ну и человек волнуется, и устал немножко после творческого вечера, да. Но в любом случае, это хоть, знаете, какая-то, ну, какой-то такой вот причина, скажем, да, вот повод, скажем так, обратить внимание. Так вот, я к чему говорю, что стихов у вас действительно очень много. Здесь даже, наверное, одним сборником не обойдешься. Поэтому очень хочу вас попросить что-нибудь прочитать из последнего. Вот прямо сейчас для наших зрителей это будет такое своего рода публичное выступление, да, и это, смотрите, точно никто никогда не назовет свои. Дата эфира зафиксирована, конечно. Ну, может, я это не читал, да. Вся жизнь игра, но ради Бога не суетись и не конючь. И не судясь жизни строго, куль ездить в руках от жизни ключ, когда судьба неблагосклонна и не желает нас понять, когда мечта летит со склона, ее не сможешь удержать. Когда есть с кем идти по жизни, строить с кем-то города, и даже если вы капризны, все это право ерунда. Вся наша жизнь игра, случайность, внезапный миг и странный блеск, звезда на линии трамвайной и молнии света, и дикий треск. Насколько хватит сил и страсти, насколько мы хотим идти, желаю вечности и счастья на этом жизненном пути. Я думаю, что это прекрасное такое пожелание для наших зрителей. Спасибо вам большое, Андрей. Скажите, какие у вас творческие планы, книга, что-то еще? Ну, книга в первую очередь. Пока книга. И, наверное, творческие вечера и писать. Творческие вечера. Ну, хотелось бы, но сейчас у нас есть в Бресте такой литературный бунт, где собирались поэты брестские. Их собирала Юлия Мелехова, брестская поэтесса тоже такая. Она собирала молодых, никому неизвестных авторов. И мы вот собирались в этом литературном бунте и устраивали литературные вечера. Но сейчас у нас как бы проблема с помещением, и мы пока временно отсутствуем. Но мы обязательно появимся. Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Андрей Басадский, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях. Вы знаете, недавно молодые изобретатели Гомельской области представили 10 разработок в финале конкурса «100 идей для Беларуси», который проходил 11-12 апреля в городе Минске. Вот среди проектов был очень интересное такое изобретение, симулятор, накладка для отработки внутривенных инъекций забора крови молодого преподавателя Гомельского государственного медуниверситета Олега Дохова. Людмила, ты должна помнить этого молодого человека. Олег был героем одной из наших программ. Я, знаешь, хочу предложить сейчас посмотреть и вспомнить всем вместе, зачем же он придумал это изобретение. Итак, внимание. Расскажите все-таки о проекте, с которым вы участвуете вот в этом конкурсе «100 идей для Беларуси». Проект мой называется «Тренажер для отработки внутривенных инъекций забора крови». Это очень страшно уже. Я постараюсь не ругаться сегодня медицинскими терминами. Ну, если вкратце, предназначено мое устройство для того, чтобы обучать студентов-медиков. Такой частой, вместе с тем сложной процедуре, как забор крови и внутривенные инъекции. То есть вы предложили устройство, которое, скажем, ускорит процесс обучения? Все верно? Не сколько ускорит, а сколько улучшит качество. А скажите, вы сами сконструировали этот тренажер для отработки внутривенных инъекций и забора крови. Все верно? Все верно, да. Так, это были помощники или это все полностью ваша идея? Я могу сказать, что идея абсолютно не нова. И многие медицинские вузы уже используют такие технологии, называются симуляционные технологии, в своем процессе. Между тем, есть проблема, они достаточно дорогие, и самое интересное, дорогие расходные материалы. Вот эти имитаторы кожи, имитаторы вен, жидкость, которая имитирует кровь. Это достаточно дорогостоящее. Хорошо, а вы чем это все заменили? Я это заменил всем тем, что производится у нас здесь, в Беларуси. То есть удешевили этот, скажем так, проект, да, вот этот вот тренажер? Ой, я боюсь, что многократно. Многократно. Скажите, сегодня кто-то уже вот у вас на кафедре пользуется этим? Или это где-то находится в разработках, или это все забыли? Вы знаете, я думал, что только мы на кафедре этим будем пользоваться. Но оказалось, что и смежные наши кафедры, даже факультет другой, третий, проявляют огромный к этому интерес. А самое главное, приятно мне как преподавателю, что студентам это интересно. Дорогие друзья, к сожалению, Олегу не удалось победить на республиканском конкурсе, но его изобретение действительно уже пользуются студенты. Сегодня вот мне интересно, Светлана Анатольевна, как вы считаете, не пора ли запатентовать Олегу такое изобретение? Вы знаете, на прошлой неделе он пришел ко мне с этим вопросом. Мы с ним это все разрулили. Эта разработка попадает под разряд служебных и может быть запатентована в качестве полезной модели. Отлично. Вот так вот. Мы чуть-чуть начали, конкурс продолжил, да. И вот что сделали вы. Спасибо большое. Но в двух словах, всегда ли нужно патентовать изобретение, и что вообще дает патент изобретателю? Если это служебное изобретение, то лучше его патентовать и уступать права на подачу заявки нанимателю. Если это изобретение, которое можно продать и коммерциализировать, конечно, да. А если это просто изобретение ради бумажки, то думаю, что нет. И вот Дмитрий в Вайбере задает вопрос, как долго вообще рассматривается заявка на патент? На патент на что? Заявка на полезную модель рассматривается три месяца. В конце четвертого получаем решение о выдаче, если там все хорошо. На изобретение около двух лет экспертиза. На промышленный образец гораздо меньше. Ну, мы уже говорили про срок действия белорусских патентов. Еще раз коротко, если можно, Владислав задает вопрос, какой срок действия белорусских патентов. Изобретение 20 лет, полезная модель 5 лет, промышленный образец 15 лет, товарный знак 10 лет и многократное продление. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какие конкретные шаги необходимо предпринять человеку для защиты интеллектуальной собственности? Куда обращаться, куда бежать за помощью, за консультацией жителям нашего региона? Прежде всего, на сайт национального центра «Белгоспатент.бай». Там все прозрачно. И процедура подачи, и заявочные документы, и пошлины. Что непонятно, консультанта национального центра в техническую библиотеку на проспекте Ленина-3. Спасибо большое. Спасибо большое всем нашим участникам. Вот у меня вопрос, Игорь, тебе. Помогла ли тебе сегодняшняя наша программа как-то сориентироваться в этом, все-таки согласись, в безграничном, да, безграничном пространстве под названием интеллектуальная собственность? Узнал ли ты вот что-то новое для себя сегодня? Ну, да, конечно, узнал. У меня все сложилось как-то так по полочкам. Ну, и для меня интересный момент по поводу купера. Это получается, это как вывеска на дверях, злая собака. То есть, как бы, у меня добрая собака, но мои слабые нервы. А ты не представляешь, как работает такая табличка? Честно, вот честное слово. То есть, вот я узнал для чего это. То есть, конечно, очень спасибо вам. Спасибо всем участникам и зрителям сегодняшнего прямого эфира. Дорогие друзья, ну, на самом деле, тема авторского права и интеллектуальной собственности безгранична, а значит, мы будем обращаться к ней еще не раз. И если вы хотите стать участником нашей программы или, может быть, зрителем в студии, заполните, пожалуйста, анкету в нашей группе ВКонтакте. Группа Добрый вечер Гомель, то есть, это прекрасная возможность узнавать новости проекта, анонсы передач. И, конечно же, высказывать свое мнение, предлагать свои темы для обсуждения. В общем, ищите нас ВКонтакте и присоединяйтесь. Ну, а нашу программу закончить сегодня музыка в исполнении Игоря Шошина. Но перед тем, как мы попрощаемся с нашими зрителями, Игорь, в двух словах о творческих планах. Ну, творить, 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 еще раз творить. Ну, из таких мероприятий, которые ожидаются, вот у нас в декабре будет конкурс «Шлягер на гитаре». В декабре? Да. Это новый конкурс, он проходит именно исключительно... Там нужно играть произведение, написанное не для гитары, а именно переложение. Я думаю, до декабря ты еще не раз появишься в нашей студии и расскажешь об этом. Лето этого обычно поездки какие-то, творческие встречи и так далее. Ну, их много, просто много будет. Дорогие друзья, Игорь Шошин на «Беларусь-4» заканчивает этот добрый вечер. Гомель, я тоже прощаюсь с вами. До новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok